Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом создания Merge XL моделей. Для тех, кто не знает, что такое Merge модели, немножко поясню. Это модели, созданные методом объединения уже натренированных больших XL моделей с целью улучшения их качества. А чтобы вас замотивировать досмотреть это видео до конца, я покажу, как мои фолловеры уже зарабатывают деньги на моих моделях. В частности, недавно был проведен на CVTE конкурс под названием Legendary Landscapes. И среди его победителей есть и номинанты из моих подписчиков. В частности, в одной из номинаций под названием Mythical Nightscapes второе место занял фолловер под названием Maya 007. Заработал 100 долларов с изображением вот такой вот котический замок на моей модели под названием Tamarin XL. В еще одной номинации под названием Anime Worlds первое место занял мой фолловер под ником Grimoge и заработал 150 долларов. Вот таким вот анимешным изображением. И также на моей модели Tamarin XL. На CVTE часто проходят подобные конкурсы, так что не ленитесь и принимайте в них участие. Помимо денег, также можно заработать внутреннюю валюту CVTE под названием BAS. Недавно проводился конкурс под названием Alien Haze AI Photography Awards, где третье место, собственно, занял я. Вот это вот изображение я сгенерил на свои последние модели под названием New Era. Вот это изображение. Здесь есть промпт. Кому интересно, можете скачать, посмотреть, как генерить подобное изображение. Здесь не использовался ни EndPaint, ничего лишнего, просто один проход генерации. И, собственно, заработал на этом конкурсе я 10 тысяч BAS. Вот здесь видно, у меня было 3 тысячи, но осталось 13 тысяч BAS. Также это можно увидеть в сообщении, где организаторы конкурса прислали мне сообщение с тем, что я выиграл 10 тысяч BAS. Так что конкурсы это хорошо, интересно и финансово полезно. На данный момент у меня есть 6 созданных мерч моделей. Два варианта модели Bonobo XL, два варианта Marmoset XL, крайне популярная Tamarin XL и последняя New Era XL. Создаю я свои модели с упором на креативность, чтобы изображения, сгенерированные на моих моделях, не были похожи ни на одну другую модель, а выделялись своим качеством и креативностью. С чего же начать? Начнем мы с того, что подберем модели, на основе которых мы и будем создавать наши мерч модели. Я уже выбрал здесь 4 модели. Обращаем внимание на разрешение, которое добавляет автор модели под каждой моделью. Здесь можно делать с этой моделью все, что угодно. Следующая модель. Здесь указано, что нельзя использовать сервисом для генерации изображений с целью получения заработка. И нельзя продавать эту модель, либо же мерч на основе этой модели. Собственно мы этого делать и не будем. Следующая модель с теми же разрешениями. И еще одна модель с теми же разрешениями. Почему именно я такие выбираю модели? Потому как они не являются очень популярными. Здесь 663 скачивания, здесь меньше 1000, здесь также меньше 1000 и здесь меньше 1000. Соответственно сгенерированных изображений на основе этих моделей, также на сайте CVTI очень мало. И соответственно те результаты, которые мы будем получать на наших уже созданных мерч моделях, они не будут так похожи на изображения, созданные на других моделях. То есть, к примеру, если бы мы создавали мерч модель на основе крайне популярных моделей, таких как Juggernaut, Dream Shaper, там прочие. Соответственно изображения были бы не сильно, но имели бы сходство с изображениями, сгенерированными на этих моделях. Поэтому я рекомендую использовать именно непопулярные модели. Почему именно эти модели я выбрал? Первая модель, Pelegrim Base SDXL, будет использоваться в качестве 3D основы. Далее, BoomerArt модель в качестве рисованной графики, Clarity XL для реалистичности и Duke High Temp Journey для артистичности. Я скачал только 4 модели, для примера этого более чем достаточно, но все мои модели созданы на базе не менее 10 натренированных моделей. Это просто для примера, я использую 4. Смерчить модели достаточно просто. Для этого воспользуемся автоматик 11.11, переходим во вкладку Checkpoint Merger. И собственно здесь мы можем уже объединять модели. Просто выбирать интересующую нас модель, выставлять процентное соотношение слияния этих моделей и объединять их. Но прежде чем приступить к созданию мерч моделей, я немножко расскажу о своей концепции объединения моделей. Итак, в качестве аналогии представьте, что мы создаем не мерч модель, а коктейль, где в качестве ингредиентов мы будем использовать другие натренированные модели. В качестве базы для нашего напитка мы будем использовать модель под названием Clarity XL. Ее в нашем напитке будет 40%. Она привнесет нашей модели реалистичность. Следующим ингредиентом будет Pelegrim Base. Этого ингредиента в нашей модели будет 25%. Она нам привнесет немножко 3D эффекта, что избавит нас в итоге от артефактов, связанных с проблемами с руками, глазами и прочими артефактами. Следующим ингредиентом будет модель Boomer Art. Этого ингредиента в нашем коктейле будет 20%. Она привнесет нашей модели хорошую композицию и немножко артистичности. А последним элементом в качестве вишенки или лимончика в нашем коктейле будет модель Duke High Temp Journey. Она привнесет еще больше артистичности нашей модели. Ну а теперь наконец мы можем приступить к созданию нашей мерч модели. Как я уже говорил ранее, нам необходимо сначала выбрать базу нашей модели. Базой будет являться модель Clarity XL. В качестве второго ингредиента будем использовать Pelegrim Base. Метод интерполяции у нас по умолчанию выбран под названием White and Sum. И здесь указана формула. a умножена на 1-m плюс b умножена на m. Это значит, что 1 это целая модель, а m это коэффициент. Если у нас 1-03, у нас будет 70% от исходной модели и добавлено будет 30% новой модели. Нам же необходимо сохранить 40% изначальной модели. Соответственно мы получим 40% Clarity XL и 60% Pelegrim Base. Эти 60% мы в дальнейшем будем перекрывать дополнительными моделями. Далее здесь также мы можем указать сохранить модель в формате float16. И указать использовать ли модель Y, но мы ее использовать не будем. Оставим так как есть. И также нам необходимо указать рабочее название модели. Пускай это будет test001. Чтобы легко было потом просто добавлять 0.2, 0.3 и так далее. Больше ничего менять здесь не будем. Давайте приступим к слиянию. Итак, первый этап завершен. И на данном этапе мы имеем 40% Clarity XL и 60% Pelegrim Base. Но как же нам сделать так, чтобы Pelegrim Base осталось 25%? Очень просто. Теперь сохранившуюся модель test001 выбираем в качестве основы. И указываем, что ее уже вместе с Pelegrim Base будет 65%. Соответственно здесь выставляем 65%. Ставим новое название test002. И выбираем дополнительную модель. Второй моделью у нас будет Boomer Art. Ее нам необходимо добавить 20%. И теперь при слиянии мы получим 65% от уже объединенных Clarity и Pelegrim. И еще 35% Boomer Art. Давайте объединим эти модели. Итак, второй этап создания модели завершен. И на данном этапе мы имеем 65% заполнения нашего коктейля. Это сумма из 40% Clarity XL модели и 25% Pelegrim XL. Что означает это 40% реалистичности и 25% 3D графики. Оставшиеся 35% на данный момент у нас заполнены моделью Boomer Art нарисованной графикой. И нам осталось провести последний этап слияния. Теперь выбираем модель test002 в качестве основы. Помним, что мы хотели добавить Boomer Art рисованной графики 20%. Соответственно, нам нужно оставить здесь 85% от основной модели. И добавить еще Duke High Temp Journey для большей артистичности. И дадим название последней версии слияния test003. И, собственно, проведем это слияние. Итак, последний этап слияния завершен. И в итоге мы имеем модель показателями 40% реализм, 25% 3D, 20% рисованной графики и 15% отведено под креативность. Пришло время перейти к тестам. Итак, я протестил модель, сделал кучу генераций в автоматике 11.11 и могу поделиться с вами результатами. Такие вот изображения получились у меня. Реалистичные изображения немножко перезжженные. Это проблема, скорее всего, реалистичной модели Clarity. Ее бы в идеале поменять на другую. По-хорошему нужно было, конечно, после каждого этапа тестировать. Ну, есть как есть. Это даже лучше для того, чтобы вы понимали, как это работает. Необходимо проводить много тестов, чтобы получилась хорошая модель. Ну и желательно больше использовать натренированных моделей. Хотя бы по две реалистичных, две 3D-шных и парочку с рисованной графикой. Здесь видно хорошо, что пережженное изображение с артефактами. Ну, в целом, направление задано правильное. Надеюсь, в дальнейшем у меня получится заапгрейдить мой компьютер и делать для вас большие натренированные XL модели. Конечно же, с вашей помощью. Поэтому не забудьте поставить этому видео лайк. А пока что желаю вам всем успехов в создании своих мерч-моделей. Выкладывайте их на CVTi. Делитесь также в чате телеграм-канала. А на этом пока что все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok